Ну что же, добрый день, друзья. Это уже очередная подборка интересных новостей по Сталкрафту за прошедшее время. Думаю, что предстоит вам узнать, вас точно удивит. Также меня многие просили поподробнее и подольше рассказать о интересных новостях. Ну раз так, тогда готовы, и я начинаю. Думаю, по превьюшке вы уже знаете, о чем я сейчас буду говорить, а именно о создании первой на Сталкрафте торговой площадки в браузере. Данная торговая площадка пока находится в бета-тесте, но это не мешает вам прямо сейчас перейти туда и начать торговлю вещами прямо в браузере. Регистрироваться на данном сайте не бойтесь, основатель вы именно тот, кто когда-то уже создавал Сталкрафт Вики, Сталкрафт Мап и прочие полезные интересные сайты. Кстати, вирус уже успел дать небольшой инсайдик, он планирует добавить торговую площадку даже на телефоны. Мне кажется, это очень глобальная и интересная идея с подобным сайтом. Надеемся на дальнейшее развитие. Кстати, буквально на позапрошлой неделе был обновлен Сталкрафт Монитор. Это приложение помогает вам узнать о активных лотах на аукционе, ну или же просто посмотреть свой аккаунт на Сталкрафте. Я расскажу немного кратко об обновлении. Теперь вы сможете посмотреть информацию о последнем выбросе. Мне кажется, очень полезная фишка. Второе – это добавление старого интерфейса. Ну и третье – теперь над предметом показывается его иконка, название класс, ну и так далее. А подробнее об обновлении вы сможете прочитать по ссылочке в описании. Ну что ж, Новый год все ближе и ближе, и я решил сделать вам небольшой подарок. А именно розыгрыш одного миллиона игровой валюты. Требования не сложные. Вам нужно всего лишь подписаться на канал, оставить комментарий со своим ником, а также поставить лайк на данный видеоролик. Результаты уже будут в следующем видео. Ну что ж, удачи вам. Буквально позапрошлой неделе Эксбо опубликовали новый патч ноут от 6 декабря, в котором изменили бартер, ну и немного поправили баланс. А также добавили хронустановки на затон и первый сезон турнира захватов. Ну, теперь будет что вспомнить о хронустановках, ведь ждали всем сталкрафтом после перестроя. А подробнее про патч вы можете посмотреть у других людей, ну или же по ссылочке в описании. Под канун нового года арт-отдела решил нас обрадовать интересным инсайдом, а именно сливом новых артефактов. Хотя это может быть и ремодел старых, кто их знает, ведь новых артефактов не было уже почти 2 года. Но, к сожалению, пока это всего лишь концепт, и думаю, что ожидать в ближайшее время их точно не стоит. Сталкрафт Да, экс бы дают жару. После недавнего патча от 6 декабря, вроде бы ничего не предвещало беды, но не забыли убрать один маленький нюанс, который проспойлерил нам уже будущий патч, а именно новогодний ивент. Как вы видите на скриншоте, на предосмотрах базы можно было увидеть, что по разным частям локации лежит снег. И даже елку поставили. Не, ну за это, конечно же, респект. Кстати, как говорил сам Зив, снег будет на новом движке. А если у нас следующий патч выйдет аж 20 числа, ну, конечно же, следственно, уже можно будет и ожидать анонс новогоднего ивента. Лично я очень жду новогодний ивент. Ах да, недавно экс бы на своем официальном канале опубликовали пост, в котором рассказали все о ветке FN2000, как правильно нужно фармить, какие плюсы и минусы по сравнению с А545, а также стоит ли крафтить FN2000 или нет. Все нужные ссылочки есть в описании. Кстати, также в честь того, что в четверг проводились внеплановые техработы, компания предоставила нам очень сочный промокод. К сожалению, действителен он будет только до 15 числа этого месяца. Все, кто успел, молодцы. Фух, вот такой большой ролик вышел. Надеюсь, он вам понравится. Ну а пока вы не выключили видео, еще раз хотел бы рассказать про свой дискорд сервер, где вы будете получать новости одним из первых. Ну, пока на этом точно все. Всем удачи и пока. Субтитры сделал DimaTorzok